Микс Ньюс Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что Очень сложный вопрос Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Сегодня у нас 6 января И первая программа Добро пожаловаться В 2020 году Председатель правления Товарищество Центр консультации собственников квартиры Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко в нашей студии Здравствуйте Доброе утро Доброе утро С Новым годом С Рождеством Поздравляем вас И Ну Понятно, что начинается Новый год Какие главные, может быть, вопросы, проблемы С которыми столкнутся собственники квартир в этом году Что поменяется, может быть, с Новым годом? Ну, хочу поздравить всех с Новым годом И извиниться, что начинаю с грустного Потому что главный вызов, который, или главная такая Скажем, неясная на сегодня, но достаточно неприятная ситуация Это будет с вывозом мусора Я имею в виду не именно тот факт, что там будет, не будет вывозиться мусор Он вывозится прекрасненько и никакого коллапса на сегодняшний день нету Но работаем мы сейчас в силу чрезвычайного положения по ценам фактически 2017-го, начало 2019-го года То есть тут никаких изменений практически для потребителя не произошло Хотя они предвидятся совершенно четко Уже в порядке предыдущей закупки, которая сейчас сорвалась и была протестована Выявилось, что все, кто организовывал конкурсы, все, кто готовил эту мусорную, условно говоря, революцию Прониклись в мысль, что услуга очень дешевая Это было очевидно ясно, потому что предполагался тогда рост на 70% цены, скажем, по отношению к той реальной со всеми скидками, которые платило большинство собственников квартир города Риги И за все прошедшее с момента объявления результатов конкурса по первому конкурсу я не услыхал ни одной мысли, что эта цена может быть как-то завышенной или несправедливой и так далее Так что, скорее всего, нужно ожидать, что цена будет не ниже заявленных 16-17 евро за кубический метр И плюс еще, возможно, в силу того, что это повторный конкурс, она может еще быть заявлена еще более высокой А была какая цена до последнего времени? Без скидок порядка до 1 января 2019 года, без скидок порядка 10 евро Плюс еще были скидки порядка 7-8% 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Вы можете звонить, задавать вопросы, высказывать свое мнение в прямом эфире И номер WhatsApp для ваших смс-ок 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Пишите И, ну вот, вы можете на протяжении этого часа задавать вопросы Получается, что мы, этого избежать повышения цены невозможно? Я полагаю, при существующем подходе невозможно раз Почему? Потому что относительно низкая цена формировалась каким образом? То есть, если ты был недоволен, было 3 оператора или 4, которые имели право работать на территории города Риги То есть, предыдущие конкурсы, они обозначивались тем, что люди боролись за право обслуживать, а дальше между собой за клиента Как говорится, с Новым Годом и получаем подарки Вот как популярно сейчас на Первом Латвийском радио, да? И вот мой подарок получил еще за налог, это, аренду на землю Было в прошлом году 29 там с копейками евро А сейчас 40 с копейками евро Вот 11 евро подкинули Много про мусор говорят, а вот об этом нет И насчет вот порядка во дворах Паркуются так машины, прорыли такие канавы, просто болото стоит Ну почему никто, что-то надо писать, какие там жалобы, кляузы Что, муниципальная полиция не едет, нарушения какие, да? Спасибо, до свидания Спасибо, два, да, сразу вопроса Ну, два вопроса, давайте на них и ответим Почему изменился налог на землю, потому что, вернее, плата за аренду земли Потому что до мая 2019 года действовала тарифная ставка порядка 4% от кадастровой стоимости А дальше, в силу решения Конституционного суда, пониженная ставка была отменена И с июня месяца, или с мая, я сейчас могу спутать, месяц, пошла максимальная 6% Поэтому, фактически, была попытка Сайма снизить потолок арендной платы, она оказалась неудачной И, по всей видимости, я бы сказал, неудачной не с точки зрения, там, скажем, законодательства А с точки зрения состава депутатов, потому что один состав предыдущего Сайма проголосовал за снижение Конституционный суд по факту признал, что законодатель имеет право снижать максимальный потолок Но он попросил уточнить, ну, дать обоснование А новый состав Сайма не придал этому никакого значения Собственно говоря, новый состав Сайма не вносил в Конституционный суд никаких разъяснений по поводу своей позиции По принятому закону, поэтому все отменилось Это, первое, относительно стоянки внутри дворов Я еще раз могу только сказать одно Организация движения на участке земли, которая там привязана или принадлежит или является функционально необходимой для вашего дома Это вопрос заботы собственников квартир Вы имеете право регулировать там вопросы стоянки, вопросы скоростные в определенных пределах и так далее Через решение собственников квартир, если это частная земля, через согласование вопроса с собственником земли и установкой соответствующих знаков К сожалению, вот слушательница не сказала, это земля принадлежит уже собственникам квартир или это частная? Ну, как правило, частники не возражают Как правило, частники против такого улучшения не возражают А что это значит? То есть, собственники могут решить, сколько будет парковочных мест, где они будут находиться? Нет, собственник не может решить, сколько будет парковочных мест Я могу сказать на примере своего кооператива У нас есть случаи, где и земля принадлежит собственнику, и где земля принадлежит собственникам квартир В случае, если земля принадлежит собственникам квартир, то они двумя третьими голосов принимают решение заказать проект парковки то есть проект организации дорожного движения на им принадлежащем участке земли и заказывают в соответствующих компетентных проектных организациях такой проект, который потом согласуется с Департаментом дорожного движения. Этот проект должен пройти экспертиза, согласование, и, собственно, проектировщик уже определяет, сколько, с какой стороны, сколько каких стояночных мест может разместиться на принадлежащем вам участке земли с учетом всех норм градостроительства. И такой проект утверждается, и указы, и проектировщик же определяет необходимое количество знаков с тем, чтобы правильно обозначить условия стоянки. А вот если, например, понятно, что есть владельцы машин, их какое-то количество, которые хотели бы получить стояночные места. Возникает вопрос квартиры, которая, например, сегодня ей это парковочное место не нужно, но через какое-то время они собираются приобрести машину и появится. Другой вариант, они продадут квартиру, ну, свою квартиру, появится новый собственник, у которого есть машина. И вот если, предположим, уже разделены вот эти все места, получается, что нет больше местного, как решить, если больше желающих? Вы задаете тут, это не один вопрос. На самом деле, первый вопрос, как можно вообще организовать движение и обозначить, что на этом участке дороги, там прилегающей, могут стоять только собственники квартир. То есть люди, имеющие разрешение от собственников квартир, скажем так, этого дома, это первый этап. А второй этап уже, как распределить эти вот квоты, если их так можно назвать, между собственниками квартир. Это два разных решения абсолютно. Первое, мы просто обустраиваем дорогу, устанавливаем знаки, говорим, что на этом месте могут стоять только те люди, которым мы выдали пропуск или разрешение на стоянку. А второй этап, это уже немножко по другим квотам голосования, вы уже можете, естественно, что ни при одном доме нет такого количества земли, на сегодняшний день оборудованной так, чтобы можно было организовывать стоянки, не вытесняя там зеленую зону и так далее, никогда не хватит стояночных мест. Значит, дальше уже следует следующий вопрос. Каким образом будут распределяться и будут ли распределяться права пользования этим земельным? Это уже относится не к парковке, а к праву пользования земельным участком. То есть здесь могут быть варианты, но я бы не хотел на них сегодня останавливаться. В нашей практике мы поступили очень просто. Поскольку это общая собственность, значит, каждый собственник имеет право пользоваться этим. Значит, каждому собственнику выдается одно разрешение на парковку. Парковку. Независимо от того, есть у него машина, нет машины, вот у него есть на руках разрешение. Потому что на самом деле нередки случаи, когда живут пожилые родители, и к ним приезжают дети. Просто чтобы за ними ухаживать, там, побыть с ними, может быть, там, день, ночь, и потом уехать. Имеет право этот собственник на то, чтобы вот приехавший к нему человек оставил машину? Наверное, имеет. Поэтому это действие по установке знаков, ограничивающих право стоянки, оно не увеличивает количество стояночных мест и не гарантирует никому стоянку. На самом деле оно гарантирует другое, что на этом земельном участке будут стоять только собственники квартиры этого дома, земляка, то есть землей, которая им принадлежит, будут пользоваться в этом направлении только собственники квартиры этого дома. Либо их близкие, скажем так. Это уже его право. Кому он это разрешение отдаст? А вот по поводу того, выдано разрешение, вот как расшифровать вот это словосочетание? Потому что если, например, человек ставит машину и там ему говорят, что вы здесь ставите? А мне выдали разрешение, не знаю, там, из пятой квартиры. А как это? Это должна быть бумажка или как это? Ну да, должно быть какое-то там разрешение, оно должно быть визуально оформлено. Каким образом это тут сегодня вариантов тысячи? От простой бумажки или там какого-то усложненного ламинированного документа, или там QR-код, или там стрих-код, там масса вариантов, которые можно реализовать. Но на самом деле, тем не менее, вот порядок такой. Относительно там накопанных канав, мне трудно что-либо сказать. Там кто копал, зачем копал и почему не закопал. За этим следить должна управляющая компания в любом случае. То есть нужно обращаться в управляющую компанию, если там где-то перекопан двор, и вас это не устраивает. Скорее всего, я думаю, на эмоциях радиослушанница могла иметь в виду то, что вот эта стихийная парковка, там всю землю перекопали. Да, и может быть, мне тоже показалось, что сначала речь шла вот об этом, что там канавы, ну в смысле... Ну, опять-таки регулирование выдвижения, это ответственность собственников квартиры, это они должны принимать решение. А если для этого требуется, ну не знаю, там каким-то образом асфальтировать, то есть если там нет асфальта, там по которому можно... Вот здесь есть вопрос такой, здесь есть нюанс. В принципе, по всем правилам дорожного движения мы можем парковаться вдоль дороги, либо на специально отведенных местах. Обычно сегодня проекты вот эти стояночные при домах, они начинаются и заканчиваются именно вдоль дороги. Потому что выделить на сегодняшний день в зеленой зоне какое-то специальное место, покрыть его каким-то там, скажем, материалом, которое позволило бы располагать машины, это уже вопрос отдельного проекта, это уже вопрос благоустройства участка, и там уже вступают совершенно другие нормы. Там это уже земля, это проект на землеустройства, это по-другому, тем более, если вы заявите, что это стоянка для автомобилей, там экологические нормы вступят совершенно другие. То есть там мне трудно это аргументировать на сегодня. Это возможно, но для этого нужны отдельные соответствующие проекты. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Ваши вопросы, председатель управления Товарищества Центр консультаций собственников квартир Сергей Вседорко, касающийся коммунальных всевозможных проблем. Вот нам Ирина пишет, ну тут, по-моему, несколько даже вопросов, что делать, когда течет крыша. Вот такой вопрос у нее. И, по-моему, это уже второй вопрос, если отключили воду по всему дому для ремонта коммуникаций в соседнем доме, значит, кто должен предупреждать заранее, каким образом, если отключается вода? Ну, давайте начнем. Если течет крыша, то нужно срочнее, нужно немедленно обращаться в обслуживающую организацию с тем, чтобы лока произвели аварийный локальный ремонт этой крыши, чтобы она не... А дальше нужно собственников квартир вместе с управляющей компанией потребовать от разработки плана ремонта крыши и уже, соответственно, утверждать ремонтные работы и выделять на это финансирование. Но за аварийный ремонт крыши производится управляющая компания, это если буквально вот течет. Если она, в принципе, в таком тяжелом состоянии, то управляющая компания должна составить дефектационную документацию, подготовить либо смет, либо техническую документацию на ремонт крыши, оценить возможные затраты и предложить собственникам квартиры утвердить, как саму работу, факт производства самих ремонтных работ, так и обеспечить финансирование. Каким количеством голосов? 51%. 51% – это общего количества собственностей. То есть, оставшиеся 49% должны будут подчиниться этому требованию? Да, они должны подчиниться. Но я хочу заметить, что это тоже такая норма очень интересная. То есть, одним голосом можно заблокировать решение, ну, скажем, как правильно, вы сейчас минутку сформулируете. Один голос может своей позиции заявить о том, что пускай дом разрушается. Мне не важно, что хотят там 50%, а вот я один такой особенный. Пускай дом рушится и все, и пускай там кому-то на голову течет. Это очень такая, ну, не очень хорошая ситуация. Здесь в таких случаях демократии не должно было бы быть. По крайней мере, столь широкой демократии. Учитывая, что, ну, как правило, мы знаем ситуацию, часть собственников квартир могут находиться в отъезде, но могут быть недосягаемыми. Ну, то есть, вот этот один голос может оказаться решающим достаточно часто. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Если Рига, Стадо, Ластикл, хотят на территории нашего двора проводить свои коммуникации, которые мы заменили своими силами уже, и нас устраивает все. Они хотят выносить счетчики в подвалы, которые тоже общая домовая собственность. Скажите, сколько процентов голосов должно быть собрано «за» или «против»? Этого проекта. Ну, пойдем. Угу, спасибо. Сходу не отвечу, потому что на самом деле прокладка коммуникации вы заменили, это хорошо, но прокладка коммуникации, скажем, наружных, если уже там обозначен сервитут, то есть если вот эта линия Садова-Стыклос, она уже на всех топографических планах обозначена и на нее наложен сервитут, то вы препятствовать не можете замене. Я не вдаваясь подробностей, зачем, почему так, а почему ваш ремонт не устраивает. Далее вынос счетчиков в подвал или вынос счетчиков в другое место – это вопрос, который необходимо тоже очень четко обозначить. Это что? Это модернизация системы электроснабжения вашего дома, это реализация другого проекта, это новое подключение, то есть там может быть много вариантов. Вообще, в принципе, если это касается восстановления или ремонтных работ, то наверняка вашего согласия практически не нужно. Если это касается вопроса модернизации, реконструкции, то в этом случае 51% требуется согласие с вашего дома. Но я бы здесь очень был осторожен, потому что это речь идет о важной услуге, без которой функционирование дома практически невозможно, потому что именно от электроснабжения зависит зачастую и водоснабжение, если это высотное здание, и теплоснабжение. Потому что на сегодняшний день без электричества никакого теплоснабжения в вашем доме не будет. Поэтому здесь нужно очень четко понимать, что и понимать, чему вы сопротивляетесь. Тут нужно разделить. У нас, по-моему, у Ирины был второй вопрос. Да, Ирина, второй вопрос. Если отключили воду по всему дому для ремонта коммуникации в соседнем доме, кто должен предупреждать заранее и письменно ли или по СМС каким образом? Предупреждать заранее должен тот, кто отключает. Чаще всего это такое отключение производится либо управляющей компанией, либо Рига-Суденцы, в этом случае они должны разместить предупреждение. Насколько, за сколько, желательно заранее. Если это плановые работы, обычно в моей практике такие объявления появляются за 2-3 дня до начала этих работ. Но бывают ситуации, когда это аварийное отключение. Допустим, грубо говоря, прорвало магистральную трубу в подвале соседнего дома. То в этом случае предупреждаются по факту. Начало отключения практически совпадает. Может быть, даже отключение опережать оповещение. Но это должно быть все равно разъяснено жителям, должно быть доведено до их сведения, что такая ситуация. Ну и должно быть обеспечено, население должно быть обеспечено согласно временным нормам водой. То есть по факту должна подходить несколько раз в день бочка или стоять там бочка с питьевой водой, чтобы люди могли для первых своих необходимостей иметь доступ к воде. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу крыш еще хотела бы задать вопрос. У нас была такая ситуация, что починили крышу, мы оплатили это все. Через время она начала течь. Ну там буквально через пару недель, наверное, как дожди начались. Обратились, сказали об этом к управленцам. Они тянули-тянули. И, наверное, только через месяц приехали, начали чинить и сказали, что платите еще раз. И потом эта ситуация повторялась еще несколько раз. И вот так они все никак не могут ее починить. И мы все время платим. А почему они сказали платить еще раз? Они сказали, что надо было обращаться сразу, хотя мы обратились, говорили, что она начала течь. И прямо под крышей живем, мы прям по всей квартире течет. А причина протечки, почему она не была выстранена в порядке ремонта? Вот не знаем, они говорят, мы не видим. Начали где-то там еще раз латать, что-то делать. И вот так все время. Не могут найти, наверное. Ну, понятно. Я бы сказал так, что, во-первых, да, может быть ситуация, когда определить место протечки бывает достаточно сложно. Быводовская штука хитрая, она находит в себе очень интересные пути. С другой стороны, если, как я правильно понял, что был ремонт крыши, то должны были быть гарантийные обязательства. Ведь ремонт крыши, это подразумевается, что вы кровельное покрытие, ну, покрытие, по крайней мере, заменяете полностью. С учетом всех правил и нормы там уже не должна появляться влага. Поэтому почему? Если был локальный ремонт крыши, то да, возможно, что мы вот здесь сделали локальный, это не помогло. Значит, мы пошли, в следующий раз потекло, мы опять локальный ремонт. Значит, либо требуется комплексный ремонт крыши, либо, если такое было, то это, значит, должны были управляющие компании потребовать гарантийного ремонта, либо, если это локальный ремонт, ну, такая ситуация, она очень неприятная, но, в принципе, она возможна. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Будьте так любезны, ответим на следующий вопрос. У нас в последнее время в доме достаточно часто, ну, минимум два раза в месяц, отключают горячую воду. Ну, и там в течение дня воды нету, вечером ее включают. И идет вода, мягко говоря, никакого качества, то есть она там ржавчина черная, коричневая, там, когда как. И приходится эту воду спускать. Вообще, в принципе, как это только смотрено? Кто-то должен это делать вместо нас или как? Или нам приходится по-любому платить за эту воду, наверное, за грязную? Вода отключается внутри дома? Да. То есть снаружи есть водообеспечение, есть это внутренний... Ну, это в подвале кто-то, в подвале отключают, и там какие-то, я не знаю, ремонты, но это... Я понял вопрос. Да. Ситуация очень простая. Дело в том, что если у вас старые трубопроводы, то у вас очень большие отложения. Всевозможные вот эти ржавчины, окаленные, там много чего интересного в этих трубах. Если начинается производиться локальный ремонт труб, как только ты начинаешь шевелить эти трубы, ну, во-первых, конечно, тебе надо отключать. Пока ты ведешь ремонт, там, куска стояка, либо еще какого-то элемента этой коммуникации. Ну, а после этого, при новом запуске, в результате гидравлических ударов и так далее, вся эта муть поднимается, ее нужно спускать. Никакого варианта тут особенного нет. Либо спускать эту грязь через краны в квартирах, либо попытаться частично спустить ее через промывку стояка. Но в любом случае вам придется за это платить. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Вот кто определил и по каким критериям какая территория относится к каждому дому, вот где многоквартирные дома стоят? И в связи с этим вот такой вопрос. У нас когда-то была общая территория для мусорников, ну, на 6, тут на 7 домов, может быть. Сейчас ее закрыли, начали эти мусорники ставить к каждому дому. Я смотрю, даже на центральной улице стоят мусорники, потом они обрастают вообще какими-то мусорными кучами, с кроватями, матрасами и так далее. Вот как эта проблема? Разделили все, какие-то войны начинаются, разделили территорию на свою и чужую? Спасибо. Очень глубокий и очень большой вопрос. В свое время территорию между домами делили по очень каким-то непонятным принципам. Мое впечатление при помощи линейки. Это было на момент приватизации необходимо связать дом с землей. То есть тогда не смотрели хозяйская, нехозяйская земля, земля самоуправления. Чертились какие-то планы, поскольку стоимость земли была никакая и вообще размер прилегающего земельного участка в финансовом плане никаких там нагрузок ни на кого не нес. Все это сделано было достаточно произвольно. Просто по принципу такого, чтобы не было ничейной земли. Или второе, то, что там соблюдалось и что было видно, если между домами или рядом с домами оказывался значительный участок земли, который принадлежал самоуправлению, то его выделяли как резервный для самоуправления. Поэтому на сегодняшний день есть законодательная база и есть обязательная обязанность Терридической думы пересмотреть абсолютно все в рамках административного законодательства, пересмотреть все земельные участки с тем, чтобы определить функционально необходимый для, размер функционально необходимого участка для каждого дома. Это задача такая поставлена, но где-то какого-то результата я думаю, что ждать нам еще очень долго, учитывая особенно последние события, может быть бесконечно долго. Но на сегодняшний день кому получилось так, кому густо, кому пусто. У меня в пределах одного кооператива есть 60-квартирные дома, которым привезан громадный участок и есть дома, которым привезан большой, маленький участок. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый день. Вы не возражаете, если я дам дополнительную консультацию, вот женщина, которая звонила по крышам, да, и мужчина, который звонил по ржавой воде. Вы не возражаете, я вот как старшая прошла все эти, всю эту школу и посоветовала, как правильно говорить с домоуправлением, какие документы требовать. Ну, могу в двух словах сказать, если крыша прохудилась, да, домоуправление идет на обследование, фотографирует обязательно, в каком состоянии крыша. И потом советуется уже со старшим или там, кто ответственный за дом, что будем делать. Или менять вот столько-то, или залатаем пока эту дырку. Это стандартное поведение домоуправления. По ржавой воде, да, у нас нашему дому 41 год. Вот один к одному такие случаи часто. Часто сливают воду со всех девяти этажей, когда меняют палатина-сушители. Они идут с заявки, то на этой неделе один палатина-сушители, через неделю оказывается в другой квартире и постоянный спуск воды. Конечно, у нас спускается у нас в подвале, подвалы поэтому сырые, стены там текут и так далее. И там, кроме замены трубопроводов, внутриквартирных, конечно, ничего исправить нельзя. Дело действительно в состоянии труб, как вы сказали. Спасибо. Спасибо большое, да. Ну, я немножко продолжу по земельному участку. И не надо забывать одно, когда всю эту землю поднарезали, кому сколько, абсолютно был выпущен при такой нарезке из внимания тот момент, или вообще из расчета тот момент, что когда наши микрорайоны или наши районы проектировались, они проектировались как группы зданий. То есть, и вот это вот я тоже и на своем кооперативе, и на соседних домах хорошо вижу. Есть группа зданий, при ней, если взять всю эту группу целиком, то вполне достаточное количество было стояночных мест, выделено зеленые зоны и так далее. И все это, и точно так же, радиослушательницы абсолютно права, были единые мусороплощадки, единые площадки для сбора мусора. Все это подразумевало, что вот это все для, ну, какого-то определенного количества домов там, что произошло дальше. Землю нарезали как хотели, ни о чем не думая. На сегодняшний день, конечно, если на моей земле находится общая площадка для сбора мусора, мне это, честно говоря, на дух не нужно. Я о себе хочу заботиться. Значит, я всех остальных выгоняю, вот начинается сейчас. С одной стороны у нас, если мы возвращаемся к началу передачи о мусорной реформе, то с одной стороны у нас борьба за экологию, с другой стороны мы дробим мусорные площадки как можем. То есть каждый, по одному мусорнику у каждого дома, значит, что это означает? Это означает, какие бы ни были там седьмого, восьмого или девятого класса экологичности машины, они будут стартовать и двигаться от дома к дому. У каждого дома стоп-старт, никакой экологии у нас не получится в этом плане. Здравствуйте. Добрый день. У меня маленький вопрос. Тут была вчера, когда авария случилась, я не думаю. Пришли, отключили горячую воду. Я говорю, что аварийный служб интересует, когда будет горячая вода. Мне отвечают, что мы будем работать только в рабочее время. У меня такой вопрос возникает. Какого следа исполнения, устранения аварийной ситуации. И они могут в рабочее время работать в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, в месяц. Ну, и столько захочет. Такой вопрос у меня возникает. Были же аварийные работы, так называемые, непонятно какие. Вот, которые, ну, там, ремонт, собственно, крыльца, там, в общем, поспорили все хорошие крыльца. Вот. И потом начали их ремонтировать. Вот. И еще 2-7 месяцев до квадратных метров. Только мне хотелось бы узнать, а где можно посмотреть. Нет этих ремонтных работ? Какие ремонты работы проводились? Или куда вообще по поводу многообразия? Спасибо. Значит, давайте мы сразу с вами разделим обязанности аварийной службы и обязанности ремонтной службы. Аварийная служба приезжает и предотвращает аварийную ситуацию. Либо останавливает, либо минимизирует последствия аварийной ситуации. Это означает, что в обязанностях аварийной службы приехать, отключить, заглушить, остановить. В обязанностях аварийной службы нет. Ремонта. Ремонта. Там ремонт, это может быть, ну, какой, ну, мелочь. Ну, допустим, там можно поставить хомут, допустим. Ну, что-то такое, что можно сделать, ну, по ходу дела. Потому что надо представлять, что если там что-то более серьезное, значит, это непонятно, какой поезд должен ехать за аварийной службой со всем необходимым инструментом, материалами и так далее. Поэтому аварийная служба приезжает, останавливает работу, коммуникации в данном случае и уезжает. Дальше, конечно же, устранение, скажем так, я бы сказал, что немедленно надо или по возможности максимально быстро нужно устранять последствия аварии, если это теплоснабжение зимой. Горячая вода, это все-таки услуга, но она дополнительная, поэтому вполне приемлемо, чтобы эту работу производили, действительно устраняли в рабочее время, а не тут же ночью. Тем более, что это может быть связано еще с проникновением в квартиру и так далее. Так что здесь, я полагаю, что совершенно нормально, что если случилась авария, то работу горячей воды и коммуникации приостановили и потом в разумные сроки ее устранили. Значит, относительно того, что где вы можете узнать смету на аварийной работе, вам всегда ее с ней должны ознакомить в управляющей компании. То, что аварийные работы, да, в этом случае, если эта ситуация признана аварийной и управляющая компания имеет право и обязана без всяких там дополнительных согласований устранять эти дефекты, да, мы сметы должны вам всегда показать и дефектные акты в управляющей компании. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Может быть, я не умею по-русски так объяснить, но мой вопрос, половина по-русски, половина по-русски. Я уже. У меня дом был, сейчас есть восьмый гравий, и там разные земли сплаты. В одном доме очень большая площадка, где машины ставят, а наш дом, там просто проезжая улица только, и все, некуда машин ставить. А в советское время мы ставили мотору рядом с домом площадки, потому что земля была как бы общая. А сейчас тот дом, говорит, наша земля, нельзя ставить, регулярно вызывают полицию. И как нам быть, когда вот это все сделает тату лекуму, чтобы, ну, там очень большая зеленая зона, она вообще никто ее не использует. Может быть, там построить этот, как его, автосовет, ну, чтобы нашему дому где было, где поставить машины. Это один вопрос. Второй вопрос меня попросили спросить. Когда дома, аварии знаю, когда он идет на или на взнос, или на капитал ремонт. Сколько надо времени раньше сказать, ну, людей предупреждать, перед тем, как выселять из квартиры, там месяц, два или больше. А я уже видел с этой цифрой? Я уже видел с этой цифрой? Не, вот там, там, утром цифрой, которую иззинал декорак, я. Ан-а-а. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, такая ситуация, она очень распространена, и, к сожалению, здесь ничего позитивного не скажу. Так есть. Это как в сказке, когда три брата одному мельницу, другому дома, третьему кота. Ну, здесь получается так, что когда делали эти наделы, никто об этом не думал. Надо было формально привязать дома, вот привязали. Относительно вопроса, вот у нас рядом там зеленая зона, ее можно было бы перевести. Можно было бы, если эта земля сейчас принадлежит вам или владелец этой земли, согласиться с тем, чтобы там это было размещено. Это вопрос номер один. Второе, значит, для того, чтобы разместить на зеленой зоне стоянку автомашин, нужно сделать сначала проект благоустройства и эту зеленую зону перевести из статуса зеленой зоны в стоянку. То есть пройти согласование, и только после этого можно о чем-то дальше говорить. И, опять-таки, здесь должно быть, оплачивается это все за счет инициатора, но при полном согласии владельца земли. То есть хорошо, если эта зеленая зона ваша. Тогда вы можете сами принимать решения, сами оплачивать, сами себе делать. Если эта зеленая зона не ваша, значит, вам надо согласовать этот вопрос и получить разрешение хозяина земли, наверняка ему за это платить. Относительно выселения и капитального ремонта я, к сожалению, ничего разумительного сказать не могу, в силу того, что мне немножко непонятно, если это был бы дом хозяйский. По всей видимости, я понял, там какая-то смешанная ситуация. Хозяйский дом, в котором хозяин перед началом аварийного ремонта начал распродавать квартиры. Или, может быть, это другая ситуация, когда сейчас в ЕГИ есть такая практика, что департамент имущества осматривает дома, и те, которые он по ряду признаков признает аварийными, он предлагает собственникам квартир принять меры. Потому что то, что прозвучало, первое, люди купили в собственность квартиры и задают вопрос, а будет ли делаться ремонт. У меня вопрос такой, если это дом с квартирной собственности, значит, дом сам отвечает за его состояние. К сожалению, вы когда покупали, вы видели, что покупали, и теперь, если вам предписывают сделать ремонт, и там здание признается деградирующим, либо аварийным, ну, вы должны устранить эти недостатки, либо устранить за свой счет, либо снести за свой счет. Ох, вот так. Это два варианта есть. Либо вы восстанавливаете и устраняете аварийную ситуацию, либо, если дом будет далее признан, потому что аварийная ситуация – это последний этап перед тем, чтобы признать здание непригодным для использования. После этого только снос. А получается, что люди взяли, купили эту квартиру? Ну, так, как было сказано, что люди купили, значит, они купили фактически, ну, не глядя, потому что… Некачественное. Ну, то есть, это здание уже наверняка там было, наверное, не в таком состоянии, если его буквально через месяц признали аварийным. И сделать тут уже ничего нельзя. Ну, вы понимаете, что если здание признается аварийным, так оно признается аварийным, значит, его надо эту ситуацию, но нужно устранять. Ну, мы же помним на слуху эти примеры, когда там в районе Турникаунса обрушивались в деревянных домах лестничные пролеты, там люди пострадали. Ну, то есть, разные ситуации, но в данном случае, если ты собственник этого жилья, то ты с момента закрепления своих прав в земельной книге, с момента заключения сделки берешь на себя полную ответственность за состояние этого жилого фонда, независимо от того, когда и что произошло. По факту ты купил сегодня, а завтра там начало что-то рушиться, это твое, ты должен это устранить. То есть, получается, в отличие от другой покупки, если мы что-то покупаем, скажем, и мы потом обнаруживаем брак в этом товаре, мы можем отнести его назад и потребовать, чтобы нам вернули деньги. Здесь, если эта сделка закреплена в земельной книге, невозможно сказать, что меня обманули, меня не поставили в известность, что там ситуация более критическая. Мне трудно сказать, но я, по крайней мере, в те договора о купле-продаже, которые я видел, то там, как правило, присутствует фраза, что покупатель ознакомился с состоянием. И право покупателя перед покупкой затребовать документы на дом, акт технического обследования, если есть акт энергоаудита и так далее. То есть, там можно требовать массу документов и знакомиться с массой документов, идти вместе с тем же собственником квартиры до управляющей компании, чтобы показали все эти документы, которые должны быть. Если их нет, а состояние визуально у вас вызывает вопросы, ну, наверное, не стоило совершать такую сделку. Ну, да, наверное, показалось, может быть, цена привлекательная. Ну, немножко удивляет, если покупаем автомашину, даже понимая, что мы покупаем автомашину по такой цене, что ничего хорошего не будет, мы, по правилам, гоним ее в сервис, мы там пытаемся что-то понять и так далее. Когда недвижимость, как-то все это гораздо более легко проходит почему-то. Ну, и еще, наверное, уже последний вопрос, вот от Ирины пришел, повысится ли налог на недвижимость и на сколько? Ну, очевидно, я наслышал о том, что вот эти 4% до 6% аренда на землю, может быть, вот... Нет, аренда, аренда, это там, где есть смешанная собственность, аренда на оплату на землю будет на уровне 6%, налог на недвижимость, ставки, насколько я понимаю, это вопрос в компетенции самоуправления, они не знают. По крайней мере, никаких публикаций о том, что сама процентная ставка налога на недвижимость будет изменена, пока не было слышно. А вот то, что государство порывается, но пока еще не готово отпустить, открыть вопрос кадастровой стоимости. Дело в том, что кадастровая стоимость заморожена на уровне каких-то там 3-4-5-летней давности и пока не пересматривалась, поэтому у нас сам абсолютный размер за недвижимость, он у нас постоянный. Но как только откроют кадастр, ясно, что кадастровая стоимость земли будет оцениваться вверх и, соответственно, там могут быть изменения очень неприятные. Хотя есть разные точки зрения, есть точки зрения, что под многоквартирными домами должна быть однако, ну там на сегодня, скажем так, на сегодняшний день есть разные точки зрения, но возможности изменения будут, возможно изменения будут тогда, когда будет открыта кадастровая стоимость, то есть начнет пересматриваться кадастровая стоимость. Ну что же, у нас завершилось время, программа «Добро пожаловаться», председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко был в нашей студии. Спасибо большое.